Цикорий Цикорий применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Это гастриты. Как правило, гастриты с пониженным выделением соляной кислоты. Цикорий обладает аппетитным действием. В этом случае цикорий применяет до еды. Цикорий применяется при колитах, энтероколитах, дизентерии. Но несмотря на содержание дубильных веществ, цикорий обладает слабительным действием в тех ситуациях, когда есть запор. Но самое основное, для чего применяется цикорий, это, конечно, заболевания печени. Цикорий обладает гепатопротекторным действием, то есть сохраняет печень от повреждений. Цикорий обладает свойством усиливать образование желчи и ее отделения. Поэтому применяется при заболеваниях как паренхемы печени, это, в первую очередь, гепатит и гепатит с желтухой, так и при заболеваниях желчеводящей системы. Холециститы, холонгиты, либлиоз. Цикорий применяется при желчно-каменной болезни. Он способствует растворению камней, удалению песка из желчных путей. Цикорий нормализует обмен веществ, особенно, когда речь идет об углеводном обмене. Цикорий – прекрасное средство при нарушениях углеводного обмена в печени. И поэтому применяется при сахарном диабете. Цикорий обладает успокаивающим нервную систему действия. И поэтому испокон веков применялся при так называемых привычных обмороках. Регулярное употребление цикория по утрам уменьшает вероятность появления обморока. Цикорий увеличивает амплитуду сердечных сокращений. Несколько замедляет ритм сердца, обладает кардиотоническим действием. Поэтому цикорий применяется при различных заболеваниях сердца, в том числе при атеросклерозе. Цикорий применяется при анемиях. Особенно он хорош при анемиях, которые возникают у людей в пожилом возрасте. Цикорий хорошее средство при пиодермии, то есть появлении гнойничковой сыпи на коже. А также при фурункулах, карбункулах и любых гнойничковых поражениях кожи. При экземе и гнойничковых поражениях кожи применяют настой в виде примочек.